Приветствую вас. Смотрю вам тут совершенно противоположные ответы дали. То есть кто-то говорит, что депрессия это вообще нормально, кто-то говорит, что депрессия это ненормально и вам нужно обращаться к специалисту по месту жительства, чтобы диагностировать у вас психическое заболевание. И начать с ними работать. Наверное каждый эксперт он действительно по своему прав. Давайте мы не будем спорить с другими людьми, а скажем просто такую вещь, что вот смотрите. То, что с вами происходит, да, это конечно же ненормально. Почему? Потому что человек сам по себе это существо в большей степени социальное, чем асоциальное. Ну и то, что вы сознательно или нет себя, если можно так выразиться, ограждаете от других людей, это говорит о том, что вы испытываете, ну вы бежите от них. Вы убегаете, спасаетесь, вы защищаетесь. Может быть вы себя за что-то наказываете. Такое тоже вполне может быть. Правда, мне в данном случае, конечно же, непонятно, а за что вы себя наказываете. То есть вот, может быть вы считаете, что вы недостойны того, чтобы быть с кем-то. Может быть у вас есть ощущение, что вы должны страдать и так далее. То есть вот этот момент, он не очень понятен. По крайней мере, для меня не очень понятен. Дальше. Ваше состояние может быть вызвано еще и тем, что вы испытываете определенные комплексы. То есть это когда-то произошедшие с вами дурные события, которые не дают вам покоя, которые не могут найти своего выхода, которые не проработаны и которые теперь не оставляют вас в покое. Ну, возможно, эти события, кстати, копились и копились долго. Вы с ними боролись, 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 но в итоге они все-таки вас победили. К сожалению, так обычно бывает, когда люди, ну, в частности, вы, не обращаются вовремя за помощью. Конечно, вас никто не обвиняет. Вы не подумайте, ради бога, что вас, я, например, вас обвиняю в чем-то. Нет, на самом деле не обвиняю вас ни в чем. Я думаю, что нужно просто разобраться, с чего вообще у вас все началось. С чего вы вдруг начали думать, или, лучше сказать, считать, что вы хуже, чем кто-то. Вы достойны жить, вот так, и так далее. То есть, с этим моментом я бы вам предложил бы разобраться. Потому что пока не очень понятно, что вообще с вами происходит и почему так произошло. А если говорить о вашей семье, то какие у вас основные негативные позиции в жизни? Какие у вас сомнения есть в самом себе? Если говорить о вашей социальной жизни, какие проблемы есть там? То есть, вот обо всем, обо всем, обо всем, обо всем об этом мы с вами разговариваем. Чтобы выявить суть про те проблемы, которые вас, ну, явно беспокоят. Которые явно не дают вам покоя. Которые явно, я бы сказал так, изнуряют вас. Понимаете, в иллюзиях, в иллюзиях, вы бесшите от реального мира. В иллюзиях вы находите успокоение. Вам там, в этих иллюзиях, на самом-то деле, наверное, даже проще. Потому что там, может быть, вы хозяин сам себе. Там, может быть, вы знаете, что делать. Ну и так далее. То есть, понимаете, гадать там можно долго, но вот гадать, честно говоря, не хочется. Потому что, ну, понятно, что это ваша жизнь. И лучше не высказывать предположения. А лучше стараться работать именно с вами и постараться вам помочь. Конечно, если у вас есть на это желание, если у вас есть возможность сделать эти вещи. Потому что без работы над собой, без поиска причин, а причины, я надеюсь, вы понимаете, есть, ну, вряд ли можно сказать о том, что вы избавитесь от тех моментов, которые вас на данный момент беспокоят. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. То есть, совершенно не обязательно бежать в крашу и думать, что вы там больны, как-то вообще не из личного и так далее. Это еще нужно убедиться в этом, вот этим еще надо помадрять. Я не хотел бы, чтобы вы спешили. Я не хотел бы, чтобы вы торопились ставить в себе крест и все угодно. Вот этого делать, этого делать не нужно, понимаете. Но что нужно? Нужно понять, откуда это у вас пошло. А еще надо понять, чего вы хотите. Вот вы, знаете как, вы пишете, «Я хочу грусти, боли и одиночества». Хорошо? А почему вы этого хотите? Ну, потому что вам, наверное, так комфортно. То есть, вам комфортно, когда больно, комфортно, когда вы грустите, и комфортно, когда вы одинок. Хорошо? А почему вам комфортно так-то? Ну, понимаете, что вы себе вредите? Ну, наверное, понимаете. Наверное, есть у вас понимание относительно этого. Хорошо. Если вы понимаете, что вы себе вредите, тогда давайте спросим себя о том, а зачем же себе вредить? Зачем же себе вредить, если вы можете наоборот, делать что-то для себя? Так что давайте мы вот этот момент с вами тоже попробуем разобрать. У вас были или есть друзья? У вас есть родные? Давайте попробуем для начала, хотя бы, вот, хотя бы, для начала, наладить отношения с ними, с вашими родными. Давайте попробуем подумать. Разобраться с тем, что мешает вам успешно осуществлять ваши социальные роли, ваши прочие роли и так далее. Что вам мешает? Очень бы хотелось, чтобы вы на этот вопрос постарались ответить и как можно яснее себе его представить. Потому что, не побоюсь этого слова, но от ответа на этот вопрос зависит то, что вы будете делать дальше. То, как будет развиваться и строиться ваша жизнь в дальнейшем. Потому что, ну, очень важно, чтобы вы этот момент для себя уяснили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, а сам по себе вопрос порождает скорее пока, что здесь другие вопросы, чем ответы. Но если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их. Я с радостью постараюсь вам на них ответить, на эти ваши вопросы. Если это, так или иначе, поможет вам разрешить ваши проблемы, разрешить ваши задачи и так далее. Я надеюсь, что, если вам понравился мой ответ, если вам понравился мой ответ, вы сделаете его лучшим. Я старался разобрать вашу проблему максимально полно, максимально ясно на тот момент, в учетом тех условий и данных, которые вы предоставили. Всего вам доброго, Алекс, до свидания и удачи.